Красавица инверса! Очень многие любят эту красивую пендалу за ее необычную форму, за ее красивые ветки, за которые вот так вот плачет. Как же поднять высоту у инверса? Как сделать так, чтобы инверса, если вы купили маленькую, у вас выросла высотой, вот у меня она на сегодня уже метр восемьдесят, как это сделать? Я купила штамп, и это видео было в инстаграме, когда я показывала, как я ее сажала. Это был штамп, у которого было четыре ветки. Раз ветка, два ветка, третья ветка и с той стороны четвертая ветка. Я привязала палочку-опору центральному к вот этому стволу, да, и к ней дальше стала поднимать ветку. Вот сейчас они уже с годами не поднимаются вообще, но на тот момент они очень хорошо поднимались, они были мягкие, вот такие были мягкие. Видите, какая красота? Вот, и я подняла и три года. Каждый раз я переставляла веревочку, передвигала палочку, я поднимала инверсу выше и выше. И только два года назад я отпустила ее в свободное плавание, и вот такая настала красотка. Как поднимать те растения, которые у вас пендула? Зе блюз, инверсу, сейчас я вам покажу на примере малышек. Сейчас перед вами зе блюз, и вот здесь очень хорошо вам видно, как же происходит поднимание. Плакучие формы, бронз, зе блюз, инверсу, очень быстро уйдут в свободное плавание, если вы не будете поднимать, вот я поднимаю высоту до той высоты, которая мне нужна. Вот она опора, вот она подвязочка. В этом году выйдет здесь прирост из молодости, из вот этой почки верхней. И я свою палочку вот эту передвину выше. Вот так смотрится малышка Голдриф. Обратите внимание, здесь у нее почка не проснулась в прошлом году. Я подняла ближайшую веточку, аккуратно их поднимать, они очень быстро ломаются, но поднимать их можно. Привязала опору в противоположную сторону и подняла ее, вот она у нее сейчас уже лидирующая. То же самое здесь, это зе блюз, вот так же поднимаем палочку, подвязываем постоянно. Придется их поднимать и подвязывать для того, чтобы они у вас выросли красотками. А сейчас уже перед вами взрослая зе блюза, которая уже много лет в моем саду. И вот посмотрите, даже у нее стоит палочка, и я ее потом передвину. Видите, какой толстый проводник на следующий год. Уже там пойдет опять молодая почка, опять выстрелит. Посмотрите, прирост полметра, ну сантиметров раз, два, три, сорок, пятьдесят точно. Опять палочку я переставлю и буду еще ей поднимать высоту, как только мне надоест эта высота. То есть как она дойдет до предела моих желаний, я ее отпущу, и она будет падать своим каскадом и превратиться в такое чудо природы в моем саду.